просыпайтесь дорогие дачники хотя конечно я неправильно сказала я ношусь по участку как веник по хате потому что времени ни на что не хватает но все надо делать конечно же вовремя и конечно же сейчас мы будем вырезать малину и и от плодоносившие ветки вот посмотрите на этот стволик ну это новенькая но она пожелтела по какой причине одному богу известно но я подозреваю что крысы подземные мои любимые до соседи они все-таки под ели корень и у нее вот на стволе в нижней части видите это конечно заболевание и чтобы она не заразила никого остальных остальные все зелененькие мы прямо под корень вырежем эту ветку да не просто так все желательно вырезать конечно прямо у земли но не всегда это удается потом можно выломать видите они становятся сухими и легко поддаются вот вот такой вот а это выломается а она выломалась вот если уж вырезаете то практически потом должны остаться вот такие вот пенечки и они легко выламываются потому что секатор их просто не берет это я не знаю какой секатор надо зачем мы вырезаем старые от плодоносившие ветки хочу вот оговориться понимаете есть что-то застряло есть разные варианты если у вас дача на голой степи на горе может и не надо вырезать старые потому что они тоже будут заниматься снегозадержанием чем больше будет сугроб снега тем меньше пострадает малина по крайней мере если снега будет количество достаточно большое ну обмерзнут у них макушки но вот смотрите три бодоля которые останутся разве они удержат снеговую эту массу все конечно нет мне придется их пригибать естественно или связывать пучки тоже как вариант но если все-таки правда у вас ветра дуй тогда оставьте до весны но проблема в том что вот эта ветка доказательства посмотрите болезнь развивается стремительно ствол практически в этом месте больной еще чуть-чуть и все внутри будет гнилое поэтому эта веточка пойдет в измельчитель значит выкидываем ее ну вот они от плодоносившие ветки это конечно у меня тут шапка мономаха любимица моя вырезать буду все и очень тщательно после того как я все это вырежу что я говорю про лечение вот вы запоминайте сразу вам один раз надо запомнить значит как только я все это вырежу я пролью ее водой так чтобы она напилась вот просто вот по самое не хочу мы все это покажем а но в следующем сюжете а если не польете малина она не вызреет и вы должны об этом помнить нам надо чтобы вызрела древесина листовая масса была мощной она последняя сбрасывает листья вишня да она ну дуб еще но дуб нас мало волнует а а эти растения должны поработать листиками это фотосинтез сюда идет свет а зеленые клетки работают для выработки всего и защиты и плодоношения и сейчас как раз тот период когда идет закладка плодовых почек следующего года урожая вот вырезаем делаем все быстро никаких тут проблем нет чем отличается малина отплодоносившая от той которая будет плодоносит да вот я вам две ветки сейчас покажу посмотрите разве они похожи у этой малины которая отплодоносила у нее растрескалась кора все она старушка а это какая поэтому определить разницу очень легко и вырезать там молоденькую хорошенькую как бы вообще очень трудно на самом деле что еще хочу сказать когда вы будете вырезать малину посмотрите вот есть высокие до ветки просто замечательные а есть вот такие вот недоношенные видите да не трогайте их пока вы не знаете что произойдет за зиму вы себе даже не представляете кто-то поломается кто-то еще заболеет кто-то сгниет кого-то съедят вы и сами еще можете их сломать поэтому оставляем все новенькое столько сколько народилась и только ранней весной когда мы увидим что у нас малина ну вроде как бы до расстригая там вот постри растрижем я не на этом стебле покажу мне жалко этот рано весной приехали до отрезали веточку и сразу будет видно зеленую заболонь будет видно сразу что она весной живая вот тогда мы себе можем позволить вырезать маленькие больные первые идут поломанные потом идут больные потом идут маленькие и остаются только вот такие здоровые хорошо развитые стебли малины но обрезать ее макушки мы будем когда она полностью на следующую весну покроется листьями значит едем дальше у малины врагов много она и болеет больше чем хотелось бы и едят ее также с большим удовольствием товарищи которые называются например малина земляничный долгоносик у него такой нос здоровый и знаете что он делает а он подстригает плодоножки и малина вся отваливается он также делает и с ягодой с клубникой как вы ее называете вот чтобы этого не происходило рано весной когда у нее листовая масса появляется да в этот момент мы ее и макушки пострижем точки роста уберем мы ее опрыскаем очень сильным всегда каким-нибудь препаратом пользуюсь это фуфанон это октара это дзезос но если этого не сделать то тогда кирдык малини будет мало того что она болеет да от болезней вот сейчас мы польем вырежем польем а потом пойдет первый хом хлор окись меди то есть меди содержащие препараты через неделю оксихом еще через неделю к середине сентября это будет уже такой препарат всем давно известны как бардоская жидкость и вся малина все листья будут стоять голубыми вот это будет ее здоровье вот тогда весной вы не увидите никаких пятен ничего на стволах подобного но опрыскивая например все по зеленой пластинки по листикам как это называется правильно вы обязательно должны опрыснуть и почву которой под ней это естественно вот все что здесь находится знаете не вырываю а если вырываю то я оставлю это здесь но я обрызгаю все до единого листика и почва под ней бардоской жидкостью потому что иначе все прячется в землю все болезни все вредители и весной они все уже карабкаются и все готовы сожрать все что мы посадили этого допускать нельзя значит ну даже не знаю что я вам еще сказать рано весной вы должны мочевину раскидать и это по корочке льда вот сейчас мы эту малину от плодоносившую ее стволики переработаем на измельчители в следующем сюжете и я покажу что куда его надо использовать вот ваше нежелание кормить вы когда меня спрашиваете у меня малина болеет там вся желтая там вся все в листьях все пятна все засохало все у меня спрашиваю чем вы ее кормили вы даже ответить не знаете что да как же так то вы сами едите три раза в день ну дайте ей то поесть три раза за сезон да вы не узнаете свою малину вы посмотрите обратите внимание какая у меня высотой малина я метр семьдесят пять она у меня мама дорогая два с половиной наверное не менее поэтому мне есть из чего выбирать и если я и макушку весной когда она покроется листьями обрежу так представьте сколько веток из пазух листьев выглядит а вот такая клопышня что она может дать какую-то ягоду смешную какую-нибудь значит ну в общем повторю еще раз самого начала обрезаем поливаем обрабатываем хом оксихом через неделю еще через неделю к середине сентября бордовская жидкость вот это пожалуй и все что вам надо сделать сейчас наверное я очень на это надеюсь что 1 и 15 августа вы конечно же дали малине сульфат калия и суперфосфат что не дали ну дайте вы хоть до конца августа месяца он еще не кончился но если не даете то и не ждите от нее здоровых таких красивых побегов а уж тем более урожая но на этом хочу закончить напугала ну а вы как хотели